Я скажу вводное слово и потихонечку мы начнем. У нас на повестке дня. Сегодня два выступления. Открою сегодняшний вебинар. Я Максим Березин, руководитель виртуального центра Крок и направление удачных технологий компании Крок в целом. Сегодня я не буду рассказывать вам много про теорию. Но больше внимания мы сегодня уделим кейсам. Это реально крупные заказчики, которые пришли к нам в этом году. Будет несколько кейсов. Пять кейсов. И только один из этих пяти кейсов будет кейс прошлых лет. Все остальные заказчики новые, которые пришли в этом году. И по своему направлению вижу колоссальный рост в этом году. Видимо, закон о миграции и переносе персональных данных на территорию Российской Федерации сыграл свою роль. Потому что мы видим огромное количество компаний западных и много компаний российских, которые вернулись с западных хостингов на территорию Российской Федерации. И популярность именно в 2015 году облачной темы действительно вышла на какой-то взлет, на какой-то пик после. Потому что в предыдущие годы, я вижу, они были более такими реалами. Значит, после моего выступления я передам слово Евгению Дружинину. Он закроет вопросы, связанные с информационной безопасностью. Расскажет тоже свою часть вебинара. А после мы попросим вас ответить на пару вопросов. У вас всплывет анкета небольшая. Буквально нужно будет сделать пару кликов мышкой, чтобы мы получили от вас обратную связь. Значит, по ходу всего вебинара, вот, все, что вам ясно. Все, что вы хотели бы, чтобы я прокомментировал. Пишите сразу, пожалуйста, комментарии. В конце мы с Евгением вдвоем выйдем в эфир. И будем эти вопросы прямо в порядке разбирать, отвечать, комментировать. Есть, ну, какая у нас будет с вами такое общение сегодня. Давайте начнем. Уже 11.02. Я думаю, все, кто хотел, подтянулись. Интересно, или подтянутся. Рынок облачных технологий довольно конкурентный. В текущий момент все крупные интеграторы, или не только интеграторы, так или иначе занимаются облаками. Кто-то более серьезный, кто-то менее серьезный. Тем не менее, для того, чтобы выжить на этом рынке, с точки зрения компании Proc, нужно как-то дистанцироваться от конкурентов. Чем-то выделяться, другими словами. Мы привыкли выделяться технологиями и таким комплексным, хорошим, здоровым подходом. Именно поэтому про конкурентные преимущества в разрезе технологичности мы сегодня и поговорим. Я разделил на три раздела преимущества, за счет которых в той или иной степени мы эти конкурсы и выиграли в этом году, про которые я буду рассказывать. Первая группа – это что нам дают собственные дата-центры. Вторая группа – чем хорошо наше облако, и чем оно выгодно отличается от решений конкурентов. И последняя – как компания Proc в целом основной бизнес влияет на облачный бизнес и как нам помогает в нелегком деле реализация крупных тяжелых облачных проектов. Наверное, самое важное, на чем я хотел бы заострить внимание и поговорить пару минут – это ситуация с дисками. У нас было уже пару вебинаров. Мы рассказывали про то, как мы мигрировали все наше облако на AllFlash-хранилище данных от компании ValenMemory, немножко раскроющаяся тему с точки зрения бизнеса. В 2014 году наше облако, как и облака у наших конкурентов, строилось на базе классических дисковых массивов. Это два контроллера, дисковые полки и один или несколько массивов. На тот момент четыре массива мы отдавали всем нашим заказчикам. И так получалось, что заказчики жили на одном железе, в публичном облаке, бок о бок, и могли влиять друг на друга. Значит, влияние заключалось не в том, что кто-то получил доступ по сети к данным другого заказчика. Нет, это исключено, и про безопасность мы подробнее поговорим на следующих слайдах, когда будем разбирать кейсы, про все эти сертификации поговорим и так далее. Влиять эти заказчики могли друг на друга следующим образом. Значит, высокий сезон, нагрузка на базы данных отдельных заказчиков становится довольно большой. И они фактически отнимают все ресурсы производительности в IOPs, операциях ввода-вывода в секунду, с массивов у других заказчиков, которые живут с ними бок о бок. И у их соседей, которыми могли бы быть и вы, например, появляются огромные задержки на базах данных, и работа бизнес-приложений фактически либо сильно замедляется, либо становится полностью парализованным, бизнес останавливается. И ситуация была практически неуправляемой, потому что в разумных способах квотирования, вот этой приоритизации, вот сколько одному диску предварительно съедать, сколько другому, их просто-напросто не было. И мы перешли на флеш-хранилищие данных, где с производительностью совсем хорошо. Самое важное то, что эту производительность можно управлять, квотировать ее и говорить, что этому диску мы отдаем ровно столько, а йопсов операций, вводы-выводы секунды, этому столько. И вот в целом по рынку сейчас все компании подписывают один SLA. С SLA – соглашение качественных услуг, которое равняется 99.9, и говорит о том, что виртуальные серверы не могут в год стоять больше 8 часов 45 минут. Значит, мы единственная компания на текущий момент, которая подписывает второй SLA, который гарантирует доступность к производительности дисков. Вот возьмем пример. Есть диск 10 тысяч йопсов, довольно быстрый для высоконагрожной базы данных, отлично подойдет. Мы говорим о том, что если хотя бы на 3% производительность этого диска упадет в какой-то момент, это будет являться недоступностью. То есть, если будет 9700 йопсов вместо 10 тысяч, то начинаются копиться штрафы. И если суммарно 8 часов 45 минут простое, в год простое недоступности этой производительности у нас получится, то мы попадаем на штрафы. И вот мы под таким вторым документом подписываемся. Я уверен, что конкуренты под таким документом подписаться не решатся, потому что ситуация в сутки не управлена. Это важно. Значит, второй блок преимущества – это преимущества дата-центра. У нас три собственные площадки, и две из них мы используем для оказания услуг облачных. Значит, площадки, в принципе, предназначены для двух типов сервисов. Это классический колокейшн, размещение оборудования заказчика, и хостинг. По хостингам мы понимаем задачу заказчику аренды физического оборудования. То же самое, что колокейшн, то есть просто железо арендованное. Ну и вторая тема – это облако. Значит, дата-центр компрессор, в рамках которого живет одна из облачных платформ, сертифицированная по третьему тиру «Оптайм-института». Значит, у сертификации есть три стадии. Первая – это документация, проект на бумаге. Вторая – это законченное здание с заказчиками внутри, введенное в эксплуатацию. И третья стадия сертификации – это «Оперейшнс», это как работает служба эксплуатации. Регламенты, процессы, как, соответственно, люди себя ведут в штатной ситуации. Значит, вот по документам сертифицированным у нас 3-15 таких дата-центров в стране. Значит, дата-центров действительно уже запущенных, построенных по всем этим документам всего 3. То есть всего 20% – это говорит о том, что остальные 80% компаний обязывались эту сертификацию исключительно ради пиара. Значит, и вот третий стадий сертификации, который называется «Эксплуатация» – «Оперейшнс». Таких компаний вообще всего 2 сейчас в стране. Это моя компания «Датаспейс», компания с полностью западным. Да, он занимается только «Локейшн». То есть, по сути, дата-центров сертифицированный по третьему тиру «Оптаймам», он в стране с облаком всего один. У нас уникальная ситуация. Соответственно, для крупных российских заказчиков и для заказчиков западных это очень важно. Еще также могу добавить, что у нас единая служба технической поддержки и на СОД, и на облако. То есть, нету двух групп, это одни и те же люди. И, соответственно, если, не дай бог, случается какая-то авария, то это одна команда, и она занимается, соответственно, сразу и с обысками вопросами, и облачными. Очень удобно. Значит, также хотел бы поставить акцент на том, что мы используем корпоративного уровня интерприз-решения по резервному копированию данных. Называется оно EMC Alamar. А решение с агентами, соответственно, чем отличается от обычного бэкапа. Например, если говорить про резервное копирование почты, то с помощью Alamar можно вытягивать не только отдельные ящики, даже отдельные письма из бэкапа. Это очень удобно. То есть, бэкап умеет работать в таком интегрированном режиме с преподными сервисами. То же самое касается и онлайн-резервного копирования баз данных оргов, SQL и так далее. То есть, это полноценный серьезный комплекс для бэкапа бизнес-приложений к корпоративному уровню. Значит, что касается преимуществ, которые нам дает компания CROC в целом, значит, первое – это различные сертификации, которые распространяются как на всю компанию, так и на обык в частности. Вот то, что на обык распространяется, я раскрою в следующих слайдах. Сертификация – это вообще показатель зрелости компании, провайдера и решения. И в основном эти сертификации по безопасности. Вот поговорим по ним немножко подробнее далее. Значит, и хотел бы также сделать акцент на пентестах. Пентесты – это тесты на проникновение, когда CROC заказывает услуги профессиональных хакеров. Не буду скрывать название компании, довольно известная на российском рынке – Positive Technologies. Эта компания занимается проведением за деньги тестов на проникновение. У нас было два таких теста с интервалом в год. Значит, первый тест был так называемый «черный ящик», когда мы просто сказали, вот здесь есть облако, попробуйте взломать. То есть, в случае не получилось. Через год мы стали посмелее, предоставили исходные коды, информацию об архитектуре облака. И также ничего значительного у нас данная компания Positive Technologies взломать не смогла. Значит, и вот эти вот результаты пентестов мы распространяем по нашим заказчикам. Естественно, мы подписываем их здесь, соглашения, не соглашения. И это лишний раз подтверждает то, что облако обчасти функционной безопасности надежно. Особенно кропотливо и скрупулезно к этому подходят западные заказчики, которые в углового угла ставят функционную безопасность. Такие заказчики у нас в этом году довольно крупно появились. Тоже расскажу о них подробно. Также облако – это не вещь себе. Обычно взять тот же самый Amazon, лидер на рынке EAS, Infrastructure as a Service. Есть совершенно ограниченный функционал, который доступен через сайт и портал самообслуживания. И в шаг в сторону – расстрел. Соответственно, добавить что-то к этому функционалу нельзя. У нас можно. Можно на периметре облака поставить какие-нибудь криптомаршрутизаторы для того, чтобы шифровать интернет-трафик. Мы можем поддерживать часть системного прикладного кулова внутри облака для наших заказчиков. То есть все вещи, которыми занимается Крок как интегратор, они могут быть применены не только к инфраструктуре заказчика, которую мы строим на его площадке, но и к инфраструктуре заказчика в облаке развернут. И, пожалуйста, мы практически открыты. Опыт накоплен колоссальный. Ну и последнее, на чем хотел бы сделать акцент, опять-таки перейти к кейсам. Мы единственные на текущий момент в стране используем сейчас технологии по виртуализации сетей. Продукт называется VMware MSX на базе протокола OpenFlow. Особенно полезна эта технология при общении с сетевиками со стороны заказчика при обсуждении крупных конкурсов. Потому что виртуализация сетей в облаке дает такую же свободу действий по управлению сетями и гибкость, как если бы вы строили свое собственное облако на своей площадке. У нас есть такая услуга, которая называется VPC, Virtual Private Cloud. Это фактически эмуляция собственного частного облака, которое вписано внутрь нашего публичности. Такая вещь. Значит, переходим к кейсам. Первый кейс – это очень крупная ритейл-сеть. Это большие-большие магазины. Порядка пяти штук их есть в Москве, есть в Санкт-Петербурге магазины и по регионам. Вот умышленно не буду называть по всем кейсам название, так как проекты все этого года, соответственно, и с Access Story мы еще согласовываем заказчиками. Поэтому мы просто рассказываем про модель, как это устроено, как работает, какие преимущества получил заказчик без названия имен. Значит, заказчик переехал к нам из Европы, из европейского дата-центра, всей своей инфраструктурой целиком, вместе с корневой ERP-системой, терминами, серверами, с резервным копированием данных, с почтой, файлом, хранилищем, с какими-то логистическими сервисами. То есть, все, что было, все перевезли к лям. Значит, сервисы были разделены на два класса, бизнес-критичные и все остальные. Значит, все остальные размещены в одном дата-центре, бизнес-критичные распределены между площадками, и потеря одной из площадок приведет лишь к переключению на вторую площадку с минимальным даунтаймом, и, в общем-то, бизнес продолжит работать. Значит, поясню, все кассы во всех магазинах этого заказчика напрямую подключены к облаку. Если заказчик потеряет облако, он потеряет свою инфраструктуру, и две трети-три четверти операций с кассами просто нельзя будет делать. То есть, соответственно, какие-то мелкие вещи, да, действительно, можно будет по кассе купить, потому что в начале дня в нее загружаются данные, да, по артикулам, по ценам и так далее. Но вот три четверти вещей, к сожалению, так пропустить через кассу будет нельзя. Весь бизнес заказчика остановится, и будут колоссальные убытки. Именно поэтому заказчик поднял свою инфраструктуру на базе двух облаков. Значит, за шесть лет, сколько мы занимаемся этим бизнесом, два облака одновременно у нас не стояли ни разу, а в тайм 100%, поэтому, в принципе, если грамотно настроить технологии по переключению между площадками, то можно получить с действительно очень-очень маленьким возможным временем недоступности сервис. Значит, инфраструктура заказчика довольно крупная, это более 100 серверов и более 30 терабайт флеш-дисков. Флеш-диски заказчик как раз использует для того, чтобы исключить влияние его соседей на него и фактически нивелировать эти риски для бизнеса, связанные с просадками по производительности. Эти системы связаны с производительностью сторожа, очень важны. Следующий кейс – это крупная платежная система, интернет-платежная, через нее идут платежи. Целиком развернуты у нас в облако, в облаке, значит, приехали они свои локальные инфраструктуры, и вот все платежи всех конечных пользователей сейчас идут через нас. Инфраструктура тоже большая, больше сотни виртуальных машин, порядка 20 терабайт флеш-дисков для задач критичных к производительности и порядка 16 терабайт сата-дисков для задач менее критичных к производительности. Значит, в качестве резервной площадки, естественно, они используют резервную площадку, потому что бизнес довольно ответственный и простой, даже несколько часов может привести к огромным убыткам. Значит, в качестве дезастарьков для площадки они сейчас используют свое старое железо, которое стоит у них локально, значит, и по мере того, как это железо будет уходить из строя, отмирать, устаревать, заказчик будет переводить резервное плечо в наше второе облако и будет подменять вот фактически вышедшее из строя, устаревшее старое железо. Значит, здесь бы я хотел сделать особый акцент на сертификат для работы с пластиком, пластиковыми картами, для размещения процессинга. Компания должна обладать на комплекс информационной системы, в которую входит сама платформа, за что отвечает робот облака, и IT-система заказчика должен быть сертификат PCI-DSS. Значит, эта компания является пионером, они первые в нашем облаке прошли успешную сертификацию по PCI-DSS, получили, соответственно, все необходимые документы от аудиторов, и на примере показали нам, что облако зрелое в честь информационной безопасности, и мы практически сходу с минимальными доработками могли пройти эту сертификацию. Значит, какие доработки и замечания были в нашу сторону, почему потребовалось потратить лишний месяц для того, чтобы этот вопрос закрыть. Значит, первое – это двухфакторная аутентификация. Значит, у нас всегда был один фактор – это логин, пароль для доступа. Заказчик поддался на обслуживание, где они могли создавать машины, диски и так далее. Значит, мы ввели второй фактор – это приложение Google Аутентификатор, которое все могут поставить, бесплатно скачать и поставить себе на смартфон. Значит, это приложение генерирует шестизначные пароли, one-time password, OTP, которые меняются каждую минуту, и вы вводите логин, пароль, и из своего телефона одноразовый пароль для входа по портал-самообслуживанию. Вторая тема, которая у нас была закрыта лишь частично, это логи, информация о том, кто заходил, когда заходил в облако, что делал, в какое время. У нас все эти данные были общей кучей, и согласно сертификации мы должны быстро уметь взять эти данные по конкретному заказчику и отправить ему, в случае каких-то тикетов по информационной безопасности. Мы наняли порядок, теперь у нас все эти логи как хранились, так и хранятся, только уже в каком-то структурированном виде, чтобы мы могли быстро их отдавать по запросу ответственным лицам за безопасность со стороны заказчика. Вот закрыли фактически два этих вопроса, заказчик прошел сертификацию, и мы сейчас, надеюсь, в этом году закроем вопрос по сертификации и для всего облака в целом, и запустим большую-большую пиорацию, потому что, если прецеденты по сертификации по PCI-BS и DAT-центра были, то с облаками я пока не слышал. Надеюсь, мы будем о ней не с первых. Следующий кейс – банк с дистанционным обслуживанием. Поясню, банк без бронщей, без офисов обслуживания. Насколько я знаю, есть такой банк на российском рынке. Это банк Олега Тинькова, значит, это не он, это другой банк, но бизнес-модель очень похожая. Значит, мы работаем с ними год. Весь продакшн-банк работает у нас, весь банк целиком, целиком есть продуктивный контур. Значит, это порядка десяти баз данных. Есть и баз данных тяжелые, на органе и другие. Значит, все они работают на наших флеш-дисках с гарантиями условиями выигрыша конкурса. Как раз в том числе были и диски. И заказчик, соответственно, вот весь высоконабороженный контур отвечает у нас. Значит, мало того, что заказчик инновационный, он целиком построил банк с нуля в облаке, он пошел дальше. Значит, все привыкли в IT-инфраструктуре использовать классические физические маршрутизаторы от компании ЦИСКО. Ну, так делали 10 лет назад, так делают сейчас. На текущий момент недавно появились аналогичные от компании ЦИСКО программные маршрутизаторы, которые можно поставить просто на ритуальную машину в облаке. Не нужно ставить физическое какое-то оборудование в свои флешенные периметры облака, платить за его покупку, платить за его размещение или аренду. Заказчик ставит такой же точно виртуальный маршрутизатор, он называется ЦИСКО ЦСА, виртуальная машина, настраивает для него какую-то доступную конфигурацию и точно так же им управляет, как управлял бы физическим оборудованием. Конечно, он и экономит деньги, и пользоваться этим тоже удобно. У нас заказчиков из крупных есть три, которые пользуются подобными решениями. Кстати, что говорит про безопасность, и также замечательный совершенно фаерволл. Есть Palo Alto, это программные инстансы, тоже не физик, не физическое оборудование. Тоже у нас три крупных заказчика в облаке уже используют программные фаерволлы, которые всегда будут физическими, и тоже очень удобно ими управлять. Следующий кейс. Крупный гендер западный, американский, который занимается бигдатой, системой электронного документа оборота и аналитикой. Значит, к нам привели своего первого заказчика. Заказчик оказался действительно большим. Это 89 серверов, 11 терабайт флеш-дисков с гарантиями. И это только первый заказчик. Следующих заказчиков таких будет много, и этот гендер будет расти вместе с нами. Надеюсь, все будет хорошо у нас. Так как гендер западный, то, как я уже говорил, вопрос информационной безопасности к ним подходит крайне серьезно. И в связи с этим с нас потребовали сертификацию по ISO 27001. Что это такое? Это информационная безопасность, разрезе услуг по технической поддержке. То есть, насколько у нас правильный процесс. А сколько все зарегламентировано. Ну, вот пример. Один из вопросов. Коллеги, покажите мне, как быстро с момента увольнения сотрудника блокируются его доступы. И эти доступы блокируются или ко всем системам, или к части, и так далее. Вот к нам приезжали европейские аудиторы из Германии и проводили прямо на площадке предаудит по ISO 27001. Мы его успешно прошли. И подписались по тем, что до мая 2016 года данный сертификат, серьезный по информационной безопасности, мы распространим на нашу облако и ЦОД. Значит, сертификат у нас пока этот есть уже порядка шести лет на всю компанию Крок, на внутренний хеллдеск, который работает как и с пользователями компании Крок внутри, так и с внешними заказчиками. И мы фактически эту сертификацию еще растянем и на облако с ЦОДом. Вот, надеюсь, в середине второго квартала следующего года у нас будет вот такая регалия. Ну, предварительно с западными аудиторами мы ее уже прошли. Ну, чтобы была бумажка, нам нужно, соответственно, это все сделать официально. Значит, следующий кейс. Это последний кейс, не сегодня. Значит, это единственный заказчик из этого длинного списка, который пришел к нам не в этом году, а в предыдущие годы. Мы работаем с ним уже с 12-го года. Это очень крупный магазин ритейл электроники. И мы размещаем, соответственно, интернет-магазин. Значит, интернет-магазин работает у нас в такой высокой доступной конфигурации, распределен между двумя ЦОДами. Самое интересное то, что половина продаж идет в одном ЦОДе, и половина продаж идет в другом ЦОДе. То есть два дата-центра, они активные. И, соответственно, если, не дай бог, почему-то теряется один дата-центр, то заказчик просто во втором дата-центре разворачивает дополнительные серверы, горизонтально масштабируется, и работоспособность магазина в части производительности устанавливается в полном объеме. Значит, заказчик подошел к проекту довольно мудро и сказал, «Господа, я хочу, чтобы у меня на выходе просто был рабочий интернет-магазин. Я не хочу им заниматься вообще. Я буду говорить какие-то бизнес-пожелания, но, пожалуйста, закройте технику целиком сами». Значит, Крок отвечает за уровень инфраструктуры, за облако. Значит, работаем вместе с компанией «Пенвендор», которая закрывает все вопросы по администрированию прикладного программного обеспечения, наполнению сайта и так далее. Вот в таком тандеме мы работаем уже 4 года, и заказчик получает конечный сервер. Очень удобно. Значит, заказчик большой, 50 серверов на одной площадке, 50 на другой. Довольно много флеш-дисков с гарантией для каких-то практичных задач, ну, и для какого-то статического контента используется довольно много и сатый диск. Вот. Значит, ну, и подводя выводы по первой части нашей презентации, на облачном рынке, в принципе, как и на многих других рынках, есть три категории, три особенности, за счет которых те или иные провайдеры выигрывают конкурсы. Первый – технологии, второй – это стоимость, то есть даем нижнюю стоимость, чем мы конкуренты, выигрываем. И третий – административный ресурс. Ну, мы живем с вами на Российской Федерации, соответственно, мне кажется, это больше относится к госсектору, с которым мы также работаем. Значит, и компания Крок, она находится где-то здесь. То есть мы тяготеем к технологиям и за счет этих технологий стараемся выбирать конкурсы. Соответственно, надеюсь, у вас тоже будут какие-то интересные темы, и нам это с вами поработать. Значит, на этом, наверное, все.